здравствуйте уважаемые зрители вспомните пожалуйста когда вы в последний раз помогали другим людям просто так безвозмездно уверен каждый из вас скажет ну конечно помогал родственникам друзьям знакомым да мало ли кому а каким образом вы чаще помогаете людям вы опять можете сказать да мало ли каким кому-то что-то перенести бабушку через дорогу перевести кто-то просит в долг денег иногда даете по доброте души ну а чаще всего наверное помогаете советом правда же ведь это самый простой эффективный малозатратный способ помощи посоветовал кому-либо что-либо и ходишь довольны мол хоть чем-то помог человеку ведь все мы этим грешим мы вышли же из одной шинели из страны советов теперь позвольте задать другой вопрос но тоже связано со взаимопомощью вы когда-нибудь видели больших чиновников помогающих другим простым людям нет не тогда когда они об этом заявляют во всеуслышание при массовом скоплении своей свиты журналистов и мнимых общественников и не просто так в порыве души превращая помощь в одноразовое мероприятие к примеру на крубанайт а так чтобы постоянно на добровольной основе причем тихо без помпы без камеры свидетелей в лице помощников или журналистов вот я если честно еще не встречал таких вот чиновников альтруистов что безвозмездно бескорыстно и без понтов помогали бы простым людям нет они наверное есть и помогают гражданам оказавшимся в трудных жизненных ситуациях но обычно мы узнаем об их помощи тогда когда большие чиновники сами попадают в трудные жизненные ситуации например в тюрьму за коррупцию и тогда в прессе начинают появляться различные ну просто душераздирающие истории о людях которым безвозмездно помог проворовавшиеся пойманных госслужащие и меня в таких случаях всегда мучил один и тот же вопрос отчего раньше сей чиновник не декламировал свою помощь нуждающимся был настолько скромен и не считал нужным об этом громко заявлять или было стыдно говорить об этом ведь у общественности и органов сразу бы возникли крамольные вопросы а откуда денежки на помощь бедноте да чуть не забыл сказать об информационном поводе сегодняшней программы а он есть и весьма весомый президент такая поручил госслужащими работникам национальных компаний в рамках рабочей недели несколько часов посвящать безвозмездной помощи обществу в разных сферах волонтерская деятельность должна стать частью рабочей культуры заметил глава государства ну вот мы и подошли главной теме передачи волонтерство скажите а что вы знаете об этом скольких волонтеров вы знаете где вы их видели и вообще в курсе ли что этот двадцатый год объявлен у нас годом волонтера начну с самого термина не так если вкратце то слово волонтер означает добровольческую деятельность причем любую человек может безвозмездно помогать другим людям или организациям очень часто у нас добровольчество подменяют общественной деятельностью в общем то это так и есть ведь человек помогающий кому-либо бескорыстно приносит пользу нашему обществу изначально термин волонтер или доброволец имел совсем другой смысл в западной европе волонтерами называли солдат добровольцев в которых местные правители призывали для войны но не имея денег на содержание войск сразу оговаривали что награда им будут только слава и военная добыча в те далекие времена многим и этого было достаточно нынешний смысл термин приобрел в середине 19 века когда в англии а затем и в сша начали появляться организации бескорыстно помогающие различным слоям населения еще недавно в советском обществе слова волонтер было мало знакомо да и добровольцев тоже было мало ну разве что строить бам или поднимать целину ехали добровольцы но ведь они за свой труд получали неплохие деньги по тем временам помню в школах мы добровольно собирали макулатуру металлолом или стеклянные бутылки но затем за них получали билеты в кино или интересные книжки ах да были еще субботники когда власти заявляли что уборка территории будет производиться исключительно на добровольных началах а по сути всех загоняли на принудительной основе в казахстане же словом волонтер столкнулись с обретением независимости однако широкого применения этот термин да и само понятие у нас пока не прижилось хотя идея волонтерства начала развиваться у нас еще с 1993 года когда появилась программа добровольцев оон а в 2016 году президентом страны был подписан закон о волонтерской деятельности но в основном волонтеров мы видим на различных соревнованиях форумах концертах и выставках когда студентов под видом добровольцев загоняют убирать и чистить территорию пожалуй все вот мне интересно а как наши чиновники и руководители национальных компаний будут выполнять поручение президента это же надо не один два раза в год а еженедельно по несколько часов ходить и помогать простым нуждающимся людям а кто же за наших бастыков в это время будет проводить совещание летать в командировки встречаться с инвесторами ездить на служебных авто и проводить тендеры когда же помогать гражданам ну просто времени не остается плотным чиновничьим графики вот за границей к примеру каждый более-менее состоятельный человек или госслужащий считает своим долгом участвовать в благотворительных акциях помогать нуждающимся перечислять деньги на счета организации занимающихся делами людей попавших в трудную жизненную ситуацию на западе практически каждый гражданин считает за честь быть простым волонтером в различных мероприятиях и в завершении приведу пример из их западной жизни в 1960 году в великобритании военным министром был назначен джон профюмал однако через три года ему пришлось уйти в отставку из-за любовного скандала так вот этот господин не стал цепляться за власть уходить в большой бизнес или нацкомпанию а добровольно покинув госслужбу на тот момент ему было 46 лет пошел работать простым волонтером благотворительную организацию где помогал беднякам бездомным разносил еду и определял их в ночлежку оказывал помощь сиротам вдовам и инвалидам и занимался он этим 45 лет вплоть до самой смерти будут ли у нас такие примеры могут ли наши министры генерал или акимы вот так вот добровольно покинув свой пост уйти в благотворительность и творить благие дела в помощь простым людям если такие герои среди нашего истеблишмента вопрос пожалуй риторический на засыпку будьте милосердны и смотрите нас в социальных сетях всего вам доброго